...способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. ...изопропиловые спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. ...изопропиловые спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Прозвучал наш третий звонок, и мы начинаем. Николай Каледа, Лгунья, пьеса в одном действии. Действующие лица. Маргарита Серафимовна, 70 лет. Серафима Маргаритовна, 70 лет. В провинциальном музее «Наши дни». Начало мая. Поздняя весна на улице. В музее, в старом домике, в центре города, холодно. Тут уже отключили отопление. Домик этот одноэтажный, деревянный. Это провинциальный музей. Не то литературы края, не то истории края, не то какого-то великого земляка. Не разобрать. Все в кучку. Все экспонаты по стенам натыканы. И какой-то мундир зеленый стоит в углу под скетлом. И сапли висят на стенах. И книги стоят на полках. И чашки, тарелки, застеклоновый стеллажак. Вместе с монетами, письмами, бусинными перьями. Еще чучела, лисиц, медведи, кетеревов, кизайцев. Во всех четырех комнатах музея старинная мебель. Столы, тумбочки, пишущая конторка, шкафы, сундуки. Одинаковые бронзовые люстры под потолком в каждой комнате. И еще что-то везде стоит, лежит. Заплесневелое, никому не нужное. На выброс все. При этом все так уютно сделано, так чисто. Половички везде, салфеточки. На окнах длинные шторы. Сквозь шторы солнце летит в улице. Все кажется беспорядочно собрано. Но вместе с тем все обжито. Все так, будто хозяева вышли на минуту. Потому что тут все для жизни. В одном углу, возле розетки на полу, электроплитка. На ней кастрюлька, она шипит. В ней картошка варится. Домашний уют в комнатах нарушает невысокие столбики, между которыми протянуты красные бархатные веревочки. А на них надписи скотчем приклеены. Просьба не садиться. Просьба не заходить в заграждение. Просьба не трогать мебель руками. Просьба соблюдать чистоту. Просьба не лезть в шкафы руками. Просьба экспонаты руками не трогать. Стоит маленький стол. На нем посуда, накрыто салфеточками. Стоит у двери стол побольше. На нем желтый телефон. Возле одной из таких веревочек стоят Маргарита Серафимовна и Серафима Маргаритовна. Маргарита в строгом костюме, в туфельках, с прической, ухоженной. Серафима наоборот. Расквистанная какая-то. Она в куховике китайском, из которого пух торчит с большими сумками. В сумке возле ее ног стоят. На голове у Серафимы вязаная из крови чей шерсти шапка. Вся в катушках. Нос у Серафимы красный. С улицы пришла. Намерзлась. На ногах у нее хуги. С них не текло на половике. Часы с кукушкой бьют шесть вечера. Кукушка шесть раз не скакивает. Кукукает. Кукушка шесть раз не скакивает. Началось все с танцплощадки. Он так нежно. Мама, я ухожу. Вдруг спросил, ты любишь меня? И решила, мама, сказать. Я люблю, я люблю, я люблю. На скоти! На скоти сегодня! На скоти сегодня вы тут! Родине служите! В смысле? Открыт ваш музей еще? А не видно? Вот! Вот! Я принесла эту солветочку! А мне ее куда? Не вам! Не вам! Не вам! А музею! Музею! В котором мы стоим вот тут! А музею куда? И главное, зачем? Это память! Это солветочка от моей прабабушки! Эта салветочка помнит войну! 1812 года! К ней, может, Кутузов прикасался! Наполеон Наполеон к ней не прикасался! И он! Я думаю, прикасался! Ага! Прямо вижу картину Ребина приблыли! Стоят Кутузов, Наполеон перед Бородином и в вашу салфеточку сморкаются! Сморкаются, сморкаются, да и давай друг другу салфеточку вот эту! вырывать друг у друга! А потом на войну! Да! Вот эту! Вот эту вот! Кучку грязи, да? Вот эту вот! Кучку грязи! Так вы считаете? Совпадение? Не думаю! Ладно! Не возьмете, значит! Понятно! Пауза! Музей! Ага! Не дорожите вы русской историей! Вот что я вам скажу! Либерасты! Так, да? Дорожу я русской историей! Только если бесплатно! А вы же денег просите за это! Не просто так! Не в подарок! Женщина — это музей! Понимаете? Наши файлы памяти! Так сказать! Понимаете? Чего? Собрание прошлого тут! Тут нельзя без бахилы! Киньте в автомат пять рублей! Он вам бахилы выдаст! Понимаете? Понимаю! Ага! Пять рублей вам отдавать еще! Ага! Сейчас! Ничего! Я так! Без бахил! У меня луги! Они как бахилы почти что! Аааа! Я в уголок покажу тут! Аа! Потому что тут и не такое можно! Я гляжу! Пошла по комнате! Подошла к столу, на котором желтый телефон спит, схватила телефонную трубку и кричила... Охрана! Вы почему музей так неважно охраняете? Или вы с ними заодно? Вы кого кричите? Вы какой номер-то набираете? Я никакой. Я вообще номер не набираю. Я в космос кричу! Женщина, идите уже! Нету охранника, мы его домой отпустили. Вы чего тут торт подняли? Тут музей, тут тишина соблюдает. Экспонаты от вашего крика лопнут. Кто лопнет? Стеллажи стеклянные, говорю, лопнут. Это музей, говорю. Тут специальная погода у нас, вентиляция, а вы грязь с улицы несете и кричите. В душе у тебя грязь. Ещё надо проверить, кто грязь в музей несёт. Короче, хорош базарить, шишли-мышли-сохли-вышли. Что? Я говорю, стекло от вашего крика на витрине лопнет. Ага, прям разлопнулась. Охрана! Где тут у вас? Нету никого? Ясно. Расхищай, кто хочет социалистическую собственность. Потому что они тут меня доглядают, а они тут в музее пьянствуют постоянно. А уже старухи вот соберутся и пьют. И сегодня тоже собрались пить. Вот, пожалуйста. Кинула трубку. Подошла к журнальному стоюку, который в центре комнаты стоял. Сдёрнула салфетку со стола. Столк на пыль. На нём свежие огурчики в тарелке и порезанные. Колбаска, мебушек, помидорчики. Сдёрнула, но закусить можно. И что? Это мой юбилей. Я сегодня праздную 75. Нет. 85. Нет. 75. Ещё первое мая и день победы. Так сколько лет вам? Какой праздник? Сколько надо? Какой надо? А в музее ресторан тут, что ли? Я же вижу ваше поведение. Я каждый день мимо окон с Петриком гуляю. Мимо вашего музея и еду. И вашу пьянку вот эту вижу. С каким Петриком вы гуляете? Я не старая. Я не старая? А Петрик моя собачка. Член моей семьи. Вы думали мужик какой? Про мужиков тут думаете? Понятно. Вон, говорю, ещё раз. Салфеточка принесла вам. Купите, ну. Понятно. Петрик. Петрик член семьи. Не мужик, а собачка. Псих бригада уже подъезжает. Ну а мне её куда я спрашиваю? В вашу салфеточку. Я снова и снова вам говорю. И спрашиваю, ну. Не мне. Не вам. А музею это. Вот снова вам говорю. Не истерикуйте. Говорите с посетителями музея спокойно. Ну а музею куда? А главное, зачем? У нас этого добра, этих салфеточек ваших завались. Девать некуда. Забито всё этими салфеточками. Всё, шкафы, все ящики. Все сундуки. Хоть бы что попутнее принесли. Но не на продажу, а в дару. Пауза. Я давно за вами наблюдаю. Я вас заприметила ещё в позатом году, что у вас тут клуб алкоголичный. Ещё раз. Старые алкашки, говорю вам. Вы собираетесь, говорю. Вы пьёте тут, запиваетесь, заливаетесь, песни поёте, орёте на всю улицу. На весь литературный квартал. Напилась, а я пьяна. С одного полстакана. Это не музей, а дом пьяниц. Это называете себя не иначе, как эссенция интеллигентности. Так? Эссенция? Да это родственники писателей местных тут собираются. Пусть и Чехова, Горького, Шолохова, Ильфа и Петрова. Вот и собираются родственники. У многих известных писателей, многих известных писателей других это музей. Ефбатник, Лаврат, что ты врёшь? Откуда тут в нашем городе у Чехова родственники? Ты с ума крякнул? Родственники не буквально, а по духу женщин. Лгунья! Что? Кого? Чехова! Чехова! Я напишу про вас жалобу в управу, в милицию, в санэпидемстанцию, в Роспотребнадзор, в налоговую, к пожарникам. И везде, везде, куда надо напишу. Пусть приструнят вас всех этих старух алкоголичек. Приструнят! Божечки! Она с Петриком ходит и людям портит настроение. У нас тут Петриков нет. Пишите, запишитесь. Называется, кто бы дятла знал, если бы не его нос. У вас тут вот Петриков нет, дятлы! Не петрите в голове вы уже! Не нормальный! Деменция старческая вы все, потому что алкашки! Все, идите. Я ставлю музей на сигнализацию. Значит, не возьмете салфеточку? Нет. Я же сказала, нет. Ну? Что? А у меня еще есть вот что. Порылась сумки, достала подвешку. Редкая вещь! Таких теперь не делают. Таких наглых! Скажу я вам, теперь не делаю! И приступаю! Мейкен Чел! Привет, Мариночка! Пекине или Шанхай! Уходите! А осторожнее с выражениями! Вот чайник, вот примус, вот сесердский фарфор коллекционный. Вещи редкие, а не как у вас вот тут вот везде вот. Вы весь дом сюда притащили, да? Тебе на развод оставили что-то? Оставили? Все. У нас здесь не базар. До свидания. Молчание. Значит. Здравствуйте! Первое мая! День Победы! Этот День Победы! Пороком пропад! Да! День Победы над вашим старческим алкоголизмом, да? Ну, считайте, что так. Идите, сказала, ну. Молчание. Я вас всех ненавижу! Всех! Я всем вредила! Я вам так-то вредю! Я вредила всегда! Вредить буду всегда вам, уроды! Вредить! 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 Зачем? Ненавижу вас всех тварей! За что? За просто так! Зачем? Ненавижу тварей всех! Так бы поубивала бы! Вот так бы с ноги бы и дала! Так бы уги мои просвистели бы у твоих ушей! У меня зло бы на вас всех душит! Мне прям радость! Когда где-то кто-то помрет или кому-то где-то плохо станет! Зачем? Ну так надо! Мне так лучше! Мужик! Вы совсем больная! Вот скоро придут люди ко мне на праздник! И они мне помогут вытолкать! Я вижу, что я одна не справлюсь с вами! Бессовестная! И охранник как на зло уехал в картошку сажать! Тут тишина соблюдается, говорю! Экспонаты нельзя трясти! Я и не трясу! Вы голодом трясете! Стекло лопнет на витринах! Вы кричите, как ерехонская труба! Наши файлы памяти пропадут! Стекло лопнет скоро от вашего пьянства! Дайте мне... Жалобную книгу я напишу на вас, браток, как вы вайлы памяти, понимаешь, тут сохраняете. Какой пьянский? Что это такое? Где книга жалоб? А у нас нет книги жалоб. У нас книга отзывов. Вот она на столе лежит. Пишите, что хотите, вот она. И напишу. Серафима открывает книгу, хочет сесть за стол, готовится писать. Нельзя садиться на мебель. Ну ничего, раз нельзя, я с таймя. Ну где я, ага? 21 век, ага? Ручку веревочкой привязали. Чтоб не украли. Фух. Итак, пишу. Я гражданка Серафима Маргаритовна Киселева. Кто Серафима Маргаритовна? Я Серафима Маргаритовна. Я Маргарита Серафимовна. А я Серафима Маргаритовна. А я Маргарита Серафимовна. Хватит издеваться. Это вы издеваетесь над русской культурой и историей. Я хожу каждый день мимо этого вашего музея с Петриком и хожу. А я живу напротив. Ого. И все время наблюдаю вас всех троих. Охранник четвертый в окнах. И у меня мозг разрывается. У меня кровь скоро из глаз вынят от стыда за вас. Потому что я вижу, что вы тут такое устроили. Да мы после работы общаемся. Просто. Планы строим. Думаем о разных темах экскурсий. А сегодня мы с сотрудницами отмечаем вам Пасху. Нельзя? Ого. Уже Пасху. А 1 мая, день победы, день рождения, не отмечаете уже что ли? Только что ведь отмечали. Сама сказала. Так нам что нельзя? Так будете? Слава спрашиваю. Будете 9 мая отмечать? И 9 мая будет. И день пионерии. И день защиты детей. И день России. Праздников много у русских. Будем отмечать. Вот вы не русская. Вы не будете с нами отмечать.